всем приветик я приветствую вас на своем канале сегодня готовлю очень вкусное азербайджанское блюдо готовится очень легко получается вкусно кому интересно оставайтесь сами для этого блюда нам понадобится баранина моем случае два килограмма кусочки должны быть и косточка и мясо вот такими большими они должны быть кусочки ведь у меня и косточка и мясо также обязательно должен быть тоже курточный жир куэрых называется здесь в азербайджане перед этим как готовить мясо конечно же моем под проточной водой и я подержала где-то минут 15 в холодной воде чтобы вышла лишняя кровь чтобы потом не было такой пенки когда готовим лишний я положила воду шлак сейчас она уже у меня все от стекла лишняя жидкость также понадобится лук лука довольно много у меня наверное здесь около килограмма также болгарский перчик тоже много и много помидорок я не свешивала все делаю на глаз беру также один такой вот горький перчик накрошу для остроты также я буду готовить его с топленым маслом на нем получается очень вкусно также понадобится соль куркума ну и черный перец сейчас как приготовить мясо не уже готовы в принципе сейчас как приготовить овощи я вам покажу лук нарезаем такими большими крупными полукольцами для этого блюда конечно же лука требуется очень много но кто лук не любит можно уменьшить порцию сделать и накрошить немножко поменьше таким образом нарезаем весь лучок у перчика беремся за плодоножку и осторожно круговыми движениями вдавливаем внутрь и освобождаем ее обязательно очень важно вычистить все семечки чтобы семечек не осталось а то они могут дать горечь блюду поэтому хорошенько все вычищаем перчики нарезаем такими крупными довольно таки крупными кольцами принципе можно нарезать и полукольцами я люблю чтобы в овощи в блюде было видно чтобы у них был красивый вид они какой-то там растрепали уже помидорки заливаем горячей водичкой кипяченой и отделяем от них обязательно шкурочку чтобы также впоследствии помиду помидоров в блюде был красивый вид помидорки также нарезаем кольцами такими кружочками шириной до сантиметра все продукты я подготовила накрошила лук помидоры болгарский перчик горький перчик сейчас накрошу мяско и так начнем кастрюлю лучше брать чтоб широкие были у нее стеночки можно брать кастрюлю или допустим который плов готовите или учатницы есть такие не знаю как называются по-русски забыла в общем обязательно чтобы была кастрюля такая толстостенная ну и по размеру смотрите сколько продукт я была взяла большую кастрюлю чтобы вместилась хотя когда она приготовится она уменьшится в размере вдвое-втрое и так начнем на дно я складываю масло это блюдо я беру топленое оно очень вкусный дает вкус как готовить топленое масло у меня есть видео можете зайти посмотреть на низ складываю сначала лучок чуть-чуть совсем чуть-чуть чтобы он потом быстренько на волосок это блюдо мы воду использовать не будем все все на низ кладем жирные кусочки вот таким слоем складываем мясо напомню у меня жироку и куриточного жира у меня мало очень поэтому я добавила масло если вы добавляете много куриточного жира масло добавлять не обязательно его просто крошите и на низ складываете вот у меня такие большие кусочки здесь в азербайджане знаете готовят так много очень когда готовят это блюдо булама даже готовят его в больших таких вот в кастрюлях и по многу по многу слоев даже складывают у меня будет один слой один слой мясо сверху складываю лук мясо чуть-чуть посолим так все на глаз теперь выкладываю лук лука идет смотрите как очень много когда блюдо будет готово оно конечно же уменьшится в объемах с готовится если допустим у вас мясо килограмм берите кастрюльку поменьше ну естественно продуктов тоже поменьше у меня два килограмма мяса так слой лука теперь идет немного я добавлю куркуму прямо вот так сверху насыплю она тоже дает хороший вкус цвет аромат блюду и чуть-чуть перчика теперь идет болгарский перчик тоже выкладываем слоем таким слоем блюдо получается очень вкусным обалденно вкусно это можно готовить как и летом так и зимой но конечно же здесь чаще готовят это блюдо летом потому что когда сезонные овощи они конечно же вкуснее чем из из парника поэтому здесь в основном готовят это можно и зимой опять чуть-чуть присолим сейчас я хочу накрошить вот такой целый перчик перчик также сложили одним слоем можно чуть-чуть придавить и сейчас складываем помидорки со стороны может казаться что это такое вот сложное блюдо ну в принципе ничего сложного здесь нет складываем все слоями его очень удобно готовить праздники слоями все сложила и оставляем его на полтора на два часа забываем о нем в принципе крышку открывать не нужно воду наливать не нужно просто ставим маленький огонь под под кастрюлькой и занимаемся своими делами в итоге у нас получается очень вкусные овощи мясное блюдо как видите я сейчас перчу и так же еще посолю чтобы овощи не были пресными не солеными все склали накрываем крышечкой кастрюлю накрываем крышечкой и ставим на маленький очень маленький огонь крышечку не открываем водичку как вы видите я тоже не наливалась и все совсем водички туда не нужно наливать и так ставим на два часа где-то в принципе ну видите посмотрите по времени насколько можно поставить крышечку не открывать у меня кипит уже буглома где-то полтора часа и вот посмотрите сколько воды ни капельки мы туда не наливали и посмотрите сколько воды вот я так сделаю чтобы она кипит овощи дали свой сок излишки конечно же выходит чуть-чуть вот отсюда но так я даже вот эту дырочку закрыла чтобы паром все сготовилось буглома готова готовилась она у меня два часа порцировать можно как по отдельным также чашечкам также можно сразу накладывать в общую берете кусочками мяса также сверху складываете овощи и наливаете сверху бульончик а это такое горячее блюдо его можно готовить и приходу гостя просто как горячее блюдо ну вот в принципе без особых каких-либо усилий получается такое очень вкусное блюдо спасибо что зашли на мой канал спасибо что смотрели кто еще не подписался подписывайтесь чтоб не пропустить новые видео пока 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 пока